Приветствую вас и безусловно вашему молодому человеку на вас не все равно. Не все равно, потому что противным случаем бы с вами не общался. Не все равно, потому что противным случаем бы не стал говорить, что приедет. Фест сказал бы, что не знает и подумает и посмотрит. Да, у него так глушилось, что, видимо, ничего не вышло из его изначальной задумки, из его изначальной идеи, и выскорб, Фест стыдно вам в этом признал. Ничего страшного не произошло на самом деле. Просто напишите ему, как ни в чем не бывало, начните разговор, и вы увидите, что он с радостью его поддерживает. А потом еще и может быть даже извиниться за то, что не вышло сделать так, как вы договаривались изначально. То есть, по факту вам нужно здесь просто выцепить как бы поддержкой его, поддержать, помочь, преодолеть. Это не ловкий момент. И тогда, тогда все будет у вас нормально и общение вы их не безусловно не потерять. А нам еще нужно сказать так, что не надо бояться предлагать встречи, ибо встречи – это хорошо, встречи – это естественное времяпровождение, гораздо более естественное, чем с кашем интернет. Но делайте скидку просто на то, что вашему молодому человеку может быть не очень удобно на эту встречу подать. И постарайтесь относиться к этому с пониманием, дабы не было таких вот неловких моментов, когда ваш молодой человек выставляется как крайне не самостоятельный субъект в отношениях. Что, в принципе, не нравится мужчине, любому мужчине. И это нужно помнить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Личко. Помогу. Если вам понравилась моя дверь, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok